Добрый вечер, аудитория. Я хотел представить нашего уважаемого партнера по запуску бренда в двух словах компании. Компания Байдера Групп, лидер украинского рынка по производству крепкого алкоголя. В нашем портфеле порядка 10 брендов водочных, в том числе коньяк, вино, легкие напитки. И в перспективе, я думаю, мы запустим в любом случае пиво и легкие слабоалкогольные напитки, если Виталий нас поддержит. Значит, задача какая стояла перед нашей компанией, в частности, мы в прошлом году, в середине 2015 года, было принято решение запустить новую алкогольную торговую марку для того, чтобы поддержать кейс компании, в которой, в принципе, есть и премиальные, и субпремиальные продукты, но не было веселой марки. И в том числе была марка, но в падающем состоянии, в стагнирующем. Была водка, байка. И у конкурентов была в портфеле марки, которые уже вычерпали эту тему юмора как такового, которая в основном убиралась в тему национальной веселой традиции шароварщины. Если помните, украиночка, веселая водка была еще пять капель еще раньше. И в связи с тем, что ситуация в политике, в том числе и в культуре, резко изменилась, на тему националистического, культурного в плане юмора шутить было уже неуместно, поэтому было принято решение легкую торговую марку под названием «Воздух» выпустить. И задача основная перед агентством стояла разработать креативную стратегию для запуска, для того, чтобы эта марка ассоциировалась с чем-то легким, невесомым, интересным. И основная задача включить в первом рекламном флайте ассоциацию о том, что воздух – это прежде всего водка. Поэтому с удовольствием несколько слов нашим креативным партнерам – компания «Кинограф». Еще раз добрый вечер. Все, включайте. Рекламная компания «Воздух пьешь, как дышишь». В Украине ежегодно обновляются водочные полки. Только в 2015 году были выпущены «Гетьман», «Мьякуш», «Солод», «Соплица», «Чекушка» и «Украинский стандарт». Потребитель с радостью встречает новые марки, так как считает, что новую водку не бодяжат. Но в целом водочный рынок падает. А тактика запуска новых продуктов откусывает потребителей у старых бывалых брендов. Лидер рынка «Байдера Групп» имеет в своем портфеле 7 водочных марок и давно не запускала новинок. Под давлением кризиса 2015 года доля холдинга снижается с 35 до 33%. Это очень существенное падение. Для поддержания своих позиций было принято решение выпустить новую водку с необычным именем «Воздух». Главной особенностью нового продукта стало обогащение и насыщение водки воздухом для мягкости и легкости питья. Дизайн бутылки повторял форму баллона для воздуха, а крышку сделали похожей на вентиль. Несмотря на свою уникальность, водке воздух не хватало воздуха на полке, где ее встретили более 60 конкурентов, 25 из которых активно рекламируются на ТВ. Чтобы достичь поставленных целей, требовалось не только завоевать своего клиента, но и не откусить долю у своих же брендов – «Хлебный дар», «Казацкарада», «Цельсий», «Першегильдия» и так далее. Новому бренду нужно было найти себя и обрести свою харизму. При анализе потребителей мы остановились на том факте, что большинство предпочитают мягкую водку, которая легко пьется. Поэтому легкость стала главной особенностью, по которой выбиралась целевая аудитория. Мы обратились к позитивным, легким на подъем неунывающим людям. Они готовы не только подшутить над друзьями, но и сами поддержать хорошую шутку. Благодаря очерченной целевой аудитории мы смогли дифференцировать воздух в обширном портфеле производителя. Для коммуникации с выбранным потребителем требовался юмор. Но, как показывает история, шуточные водочные бренды живут недолго. Где теперь Горилочка, Пять Капель, Беленька, Дядя Ваня? При разработке креатива мы искали золотую середину между легким названием бренда «Воздух» и серьезностью продукта. Была очерчена территория интеллектуального юмора, и для коммуникации выбраны тонкие водочные ситуации, в которых фонетически и концептуально обыгрывалось слово «воздух». Геннадий вважает, что на Новый год требует дыхать только холодным воздухом. Легка горилка в воздух. Пьешь, как дыхаешь. 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 Таким образом мы наглядно показали, что водка «Воздух» такая же легкая, как воздух. В медиастратегии мы максимально использовали ТВ как главный канал для коммуникации. В ночное время шли ролики, где можно было в полной мере познакомиться с брендом. Днем демонстрировались 10-секундные спонсорские заставки. Благодаря удачному креативу мы ловко завуалировали запрещенную демонстрацию выпивания водки выдохом и вдохом. Воздух спонсировал юмористические передачи «Вечерний квартал» и «Лига смеха». Интернет был охвачен прероллами, а на радио поддерживались юмористические программы «Легкие истории», «Новости от Сенкевича» и «Легкий саунд». «Легкие истории» на русском радио «Украина». Партнер проекта «Легкая водка. Воздух». Живешь, как дышишь. В результате воздуху удалось занять восьмое место по продажам среди всех водок на полке. Причем ни одна новинка 2015-2016 года не поднялась выше 16-го места. «Воздух» нашел своего потребителя, и потребитель вдохнул полной грудью. Ну, чуть немножко, чуть больше результатов. Всего за шесть месяцев торговая марка «Воздух». Удалось выйти на уровень 2,5% доли рынка. Результат выше плана на полупроцентных пунктов. Для новичка в водке, это очень консервативная категория, это очень хороший результат. Запуск нового продукта добавил доля рынка компании «Байдера», которая выросла почти на 3% их пункта. С 33,2% в июле 2015-го до 36,1% в мае 2016-го. Мы не только остановили потерю доли, но и вышли в плюс по сравнению с периодом до падения. Торговая марка «Воздуха» попала в топ-офф-майн среди новинок. Все респонденты на фокус-группах на вопрос, какая водка появилась на рынке, в первую очередь называли «Воздух». Бренд входит в топ-3 самых рекламируемых марок по восприятию потребителя. Но на самом деле доля голоса торговой марки «Воздух» на ТВ всего лишь 5,5%, и это на девятом месте. Фразы из роликов пошли в народ. Приходишь теперь в компанию, выставляешь бутылочку, а тебе хором «Мало баллонов не взял». Теперь часто можно услышать «Купи пару баллонов». А моему куму очень понравилась эта идея. Он теперь мне только так и говорит «Ну что, пойдем подышим?». Вот, теперь мы можем показать кино про кино, то есть моя киновка, как снимался этот продукт. Если вам интересно, вы можете позадавать вопросы какие-то, если они у вас есть. Включим кино про кино. Водку. Водку люблю, наверное, за настроение ее. Яркая, звенящая, очень легкая. Декабрь, Киев, прохладно снимаем в яхт-клубе. Ветерок северный, северный, северный. Мы снимаем куда? Туда? Там у нас восток, там запад. Правильно? Значит, там север, там юг. Делаем два дубля сходу. Мотор? Да. Замерли? Да. И начали. Глаза, брови, глаза, брови. Вот это вот можно прямо повторять, повторять, повторять. Стопнемся. И сходу еще разочек. И начали. Что там вдох? Бум! Понял? Смотри. И чуть-чуть улыбочка в конце. Ну что, давайте пробуем. И начали. 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 И на ботетром нашим мы легка горілка воздуха. Едуард уже через 10 секунд починає сумувати за воздухом. Легка горілка воздух. Бьешь, як дыхаешь. Это водка? Мы про водку снимаем? Я про воздух спрашиваю. А. Воздух бодрящий. Свежий. Вот так, да? Чем-то. 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 Все-таки надо, чтобы ровно было. Очень холодно. Очень холодно. Воздуха не хватает все время. Сразу было бы теплее. Легче дышать. Хорошей работой можно согреться. И как вам акриса? Утверждаем? Шикарно. Еще раз. Вот Сережка не видел вдох. Берем. Покажете нам, как вдох правильно? О чем мы говорили с тобой? Про микрофон-то что-то спрашивали? Пойдем с микрофоном. И начали. Подобров пошел уже быстрее. Улыбка, счастье, гордость. И начали. 1,7. 2. Да. И начали. Терезь помощи. Соткнемся. Покажем вам то, что хорошее. Анатолий полюбив Ніну не за її форми, а за те, що вони дихають одним воздухом. Мы ведем свой ночной репортаж из одного из самых культовых информационных мест Украины. Первый національний телеканал. Добрый вечер. Добрый вечер. Це будемо в нашій програмі. І національний телеканалі. І національний телеканалі в програмі у нас відчутся легкогурюкавоздух. Тебе сказали, що... В общем, чувак, когда будешь рассмотреть президента. И ты... Президент? Это ж можно и народ на облачке. Йопс. Сам. Один, два, три, раз. 33 корабли левірвали, 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 левірв Все-таки реклама алкогольного напитка подразумевает погружение в атмосферу до конца. У нас сегодня по плану упокое погружение. Да, погружаться будем, да. Ну покажи тебе второго парня. Это он валяется, вот он валяется. Это поиск фактуры. А у нас сегодня за планом глубокое зануренье. Ну давай так, да, все, погнали. На исходное, пожалуйста, все давайте снимем этот эпический кадр уже. Мало, мало, мало балу нельзя. Мало, мало, мало. Мало балу нельзя. Чуть-чуть веселее сначала и потом вот это все, больше ничего и не надо. Меньше играть движениями, больше вот микролицом чуть-чуть. Покругленькие эти предложения, они будут быть все время разные. А можно сейчас мы спробуем сиграть, а вы скажете? Давайте, да. Мало балунин взял. А у нас сегодня за планом. Глибокое зануренье. Легка горюка воздух. Пьешь, як дыхаешь. Без лишних слов, без громкой фразы, простое дело водолазы спокойно делают в воде. Водка воздух достаточно необычная водка. Название обязывает. Вроде как, такого быть не может. И пить водку это нормально, а пить воздух как-то странно. И поэтому мы шутим над воздухом, мы шутим над водкой, мы шутим над названием. И, конечно же, водку надо пить охлажденной. Поэтому обязательно снег на Новый год. Можно возьму жменьку клиенту? Да. Вот я вам принес чуть-чуть самого дорогого. А ну. Спасибо. Хорошее настроение, предпраздничное, предновогоднее. Вот сейчас снег будет, будет уточка, будет водочка. То есть будет все замечательно. Класс. И еще раз курица. Машинка. И на снег осматривает. Зашибит. Чистим шапку, пьем горячий чай, делаем дубль. Давайте, приведенно, пожалуйста. Да. Вот так, вот так. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шотнемся. Хватит. Достаточно. Все. Геннадий вважає, що на Новий рік треба дихати тільки охолодженим воздухом. Легка горілка ввоздух. П'єш, як дихаєш. Понюхайте, вот сами понюхайте, пожалуйста, какой воздух. Вообще вау. Класный воздух. Сейчас я чувствую, что будет хорошо. Ну и все. Спасибо большое. Спасибо большое. Так. Субтитры создавал DimaTorzok